В рамках фестиваля РГАФ удалось задокументировать образцы песен от танцевального искусства народа в Чукотке. В течение нескольких дней в столице округа проходили мастер-классы и творческие лаборатории, на которых в том числе велась видео и аудиозапись выступлений участников. Ансамбли из разных районов Чукотки делятся образцами национального искусства. У каждой территории и народа особенный фольклор. Творческие лаборатории фестиваля РГАФ позволили участникам представить свои песни и танцы друг другу. Собираемся с всеми ансамблями здесь. В определенное время, допустим, ансамбль «Ергем», потом «Ракушка» и учим друг друга танцем, чтобы мы могли дома работать с ними. Шесть национальных коллективов привезли на РГАФ лучшие номера. Большая часть из них передаются из поколения в поколение. Артисты ансамбля «Ракушка» из «Энмилена» показывают свои знаменитые танцы. У нас показ каждого коллектива, мастер-класс танцев. У нас их два танца. Это «Светка и рыбка» постановка Ольги Петровны Геонтанау и «Бусы» также постановка Ольги Петровны Геонтанау. Старые танцы мы их постановили. Они такие медленные, мелодичные, спокойные. И в основном танцы у нас, если мы на берегу жили, там морская капуста, моржи, касатки, челимы. Если тундровые, значит, олененок, например, да, там тундровичка. Организаторы фестиваля ведут запись каждого выступления. Так собирается уникальный архив танцевального искусства народов Чукотки. И так можно будет сохранить постановки именитых мастеров прошлого. На соседних площадках тоже идет строгая документация. Это уже мастер-классы в рамках выставки «Пеликен». Мастерицы делятся навыками пошива национальной одежды. «Я люблю шить волосом, подчинный волос. Зашила я кошельки, два разных. У меня много работ. Есть куколки, есть броши. Очень мне нравится набор перчаток, сережка. Сюда вот амулет и на головник». Мастерицы учили гостей в фестивале плести чукотские узоры из бисера. Гости осваивали ручное плетение и на станке, кропотливо подбирая мельчайшие бусины. «В этом году я первый раз меня вызвали. И я как-то волну. Почему? Ну, вот тоже чему-то учишься на мастер-классе. Сегодня что-то у меня научились. Им интересно». А здесь краили мужские шапки из нерпичьей шкуры. Их изготавливают на Лоренском заводе. Женщины наловчились не только шить повседневную одежду, но и выполнять спецзаказы для бойцов СВО. «У нас девочки шили в этом году на испытании комбинезон из нерпичьей шкуры. У нас его тепловизором не видно. Не знаю, но если на испытании пройдет, то будем уж девочки будут шить комбинезон туда». Мастер-классы объединили мастерицы из разных уголков Чукотки. Береговых и тундровых жителей, которые охотно делились друг с другом секретами работы с кожей и мехом. «Шкура оленя, она совсем мягкая, но это чуть-чуть потверже. Сложности нет, но как бы там все по шерсти, куда шерсть, в какую сторону, вниз, вверх, как кроить. Ну, так же, как и на шкуре оленя». Окружной фольклорный фестиваль «РГАФ» прошел уже в 28-й раз. Одно из старейших культурных мероприятий региона. «РГАФ» вновь позволило объединить представителей разных народов и собрать уникальную базу образцов национального искусства. Вероника Токмачева, Тамара Каравия, Никита Пенелькут. Вести. Чукотка.